Радиоанонимус Это субботняя конференция, где каждый может высказать свои гениальные идеи, гениальные мысли, ну и вообще просто поговорить с кем-нибудь по душам или около того. Каждый, кто сюда приходит, может абсолютно бесплатно, без регистрации СМС, получить немножечко эфирного времени и проявить свои таланты в полном объеме. Но поскольку к нам, как всегда, никто не приходит, мы будем говорить о говне, моче и деградации. Впрочем, нам сегодня написали, в чем сакральная разница между петухом и курицей, что стоит второе переплачивать. Ну, насчет петуха, о котором шла речь в карекалке. Это у нас такой небольшой мемасик, благодаря Анону, который постоянно писал, что Привет, я сегодня петуха ел! Поэтому петух это сортов мемчик. На самом деле, когда я писал о петухе, имелся в виду индюк. Тут появились альтернативные, скажем так, поставщики птицы, и вот они занимаются индюшатиной. Что такое индюшатина? Если курятина, это ляжка курицы, она такая маленькая, ее съел, не наелся, то одна голень, вот, индюка, она весит килограмм, так, может полтора килограмма весить. В общем, огромные такие ляжки. Вот, если идешь такой домой ночью с этой ляжкой, этой ляжкой можно, ну, не знаю, обороняться вполне себе. Вот, напишут, индюшатина, это лучшая птица на свете. Интересная птица, индюшатина. Я думал, когда индюшатина появляется, птицей она уже перестает быть. Ну, ладно, это уже вопрос софистики. Так вот, принципиальная разница в том, что курей выращивают много. Курей выращивают дешево по различным технологиям акселерации. Курей кормят комбикормом. И, в принципе, производство курятины, оно достаточно такое оптимизированное и удешевленное. Или, как бы можно было бы перефразировать, изговненное. Ну, потому что бройлеры кормятся не самой богатой пищей. И, чтобы не было эпидемии бройлеров, нужно постоянно прививать, вакцинировать. Я не могу сказать точно, как и чем. Я знаю, им колют антибиотики обязательно. Потому что, если на птицеферме будет инфекция, все пизда всему. Ну, вот. А вот с индюками немного не так. Индюков пока что... Я не находил, чтобы были какие-то технологии промышленного откорма индюков, именно ускоренные. Вот. Индюк... Если индюка пытаться кормить примерно под тем же самым технологиям, что и кур, то индюки, сука, дохнут. Вот. Поэтому, если мы говорим о чистоте и экологичности продукта, то меньше химии, меньше такого акселерирования именно в индюшатине. Вот. Естественно, индюшатина сначала была дешевле, а сейчас она, сука, стоит дороже курятины, так раза в три. Кроме того, здесь мне проглядывается такой масонский заговор о том, что курятину субсидируют, и поэтому на нее как-то цены держат. А вот индюшатина вот пошла в отрыв. Я вот сегодня пришел, а индюшатина опять, сука, подорожала. И по сравнению с курятиной, ну, как-то вот... Дороговато, дороговато, уже раза в три выходит. Вот. Кроме того, я курятину беру обычно... В принципе, не курятина подорожала, но я беру субпродукты вроде того же фарша. У этого фарша такой ядовито-красный цвет. Я подозреваю, что там соя, сало, краситель идентичный. Адентичный натуральному, ароматизатор идентичный натуральному, мясо механической обвалки, ну, и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот. В общем, мясо механической обвалки не сильно подорожало. А вот индюшатина, да. Фарш из индюшатины, кстати, стоит порядка 300 рублей у меня. В то время, как куриный, можно рублей так за 70 пачков взять. Так. Выруби подзвучку, пожалуйста, или поменяй на деревню. Нет. Нет. Похоже, производство индюшатины монополизировали, так как в магазине индюшатина от одного производителя. Ну, это еще зависит от регионов. От регионов. Так. Что тут нам еще написали? По поводу нашего эфира. Говно, мочая, деградация. Отлично. Можешь видеть, какого хуя петух Вальнов пришел к ватрушкам, каким образом он это сделал. Ну, вообще, прийти к нам может абсолютно любой. Абсолютно бесплатно, без регистрации, смс. Вот. Ты можешь точно так же поставить сейчас мамбл и прийти к нам. Вот. Будешь ли ты петухом или нет, это зависит от того, как ты себя поведешь. Вот. Это все полностью от тебя зависит. Вот. А к ватрушкам он конкретно пришел, потому что его другой анончик позвал, дескать, ватрушки фанаты Вальнова. Ну, вот он хотел им сделать приятное. А получилось, как всегда. Итак, у нас появились первые звуки шума в эфире. Неужели кто-то хочет нам что-то сказать? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здравствуйте! У меня среду ко мне приходил кот. И что он от тебя хотел? Ласки. А ты ему сказал, что ты хочешь купить собаку? Я не против котов. И что ты с ним сделал? Ничего. Я его погладил. Он потом на меня забрался. Сидел на коленях. Но это, блин, было на паре. А пара была в общежитии. Он всех обошел. Никто ему ласки не предоставил. Только я один. И он, похоже, выбрал меня как своего хозяина. Ну, а хозяин-то у него какой-то был, нет? Ну, ошейника не видел. Значит, скорее всего, подкормлюшь. Пади, его кормили всем общежитием, а ты его спиздил. Так получается? Нет, я его не спиздил. Я его оставил на месте. Он хотел ласки. Он надеялся, что ну хоть у этого омешки-то я обрету свой кров. Хоть у этого-то засранного вот засранца-то я хотя бы хоть как-то буду выглядеть. А оно вон как. Ну, подожди, я его хотел предложить пойти со мной. Но он, так как я его отложил, мне может было подойти преподавателю, он посмотрел, что я его бросил и ушел из аудитории. А я его хотел себе забрать. Ну, я думаю, если ты появишься там еще раз, возможно, найдешь его. Ну, может быть. Честно говоря, вот этой зимой у меня был странный, ну, не та, которая сейчас наступает, а вот примерно год назад, которая была. Вот, в общем, иду за колбасой, как обычно, и вижу котенок. Мяу, мяу. Мне что-то так стало жалко. Вот, значит, сапошел. Купил ему колбаски. Говорю, продавщица, порежьте, пожалуйста, и в пакетик. А вам что, так надо? Я говорю, котенка покормить. Вот. Купил одноразовый тарелочек. Вот, они, теперь, оказывается, только пачками продаются. По 10-15 штук. Купил в магазине, где они продавались с ебаной наценкой. Вот. И я не помню, какого хуя я пошел в соседний магаз, еще купил кошачьего корма. Взял большую такую банку, не вискосов, а такую большую. Я уж не помню, как она называлась. В общем, скотярой на этикетке. Видимо, его из скотов делают. Вот. С открывашкой такой, чтобы можно было на улице открыть. Вот. И пытался открыть. Не получилось. Ключ оторвал. Пошел в магазин жаловаться. В магазине администратор нашел открывалку. Открыли мне. Вот. И я пошел кормить этого кота. Естественно, там, где я его нашел, у него уже не было. Он убежал куда-то. Но я думаю, нет, сука, ты от меня так просто не уйдешь. И пошел дворами. Вот. Нашел его. Нашел его. Он сидел на теплотрассе. Видимо, отогревался. Я ему там положил и колбаски, и корма. Эта зараза ни к чему не притронулась. Корм, кстати, я сам попробовал. Говно полнейшее. В принципе, как обычная дешевая тушенка, только без соли. Вот такая вот история. А что ты не забрал существо к себе? Ну, во-первых, меня учили с детства то, что котов незнакомых гладить нельзя. Ибо блохи, клещи и токсофлазмоз. Кроме того, если брать кота, то это еще и ответственность. Мне до сих пор стыдно из-за того, что я сделал с тем котом, что у меня был в детстве. Вот стыд, 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 стыд. Еще раз стыд. Вот. Вот самое интересное, он мне пришел, когда у меня просто эмоционально было плохо. Я вспоминал своего деда, который умер полгода назад. Уминал вот он вот, как, блядь, как это хуёво. Может быть, дед заовнил всего, смог заовнить только кота и пришел к тебе, а ты не распознал? Ну, может быть. Так, нам написали. Не, сегодня не вылезу. Дел по дому дофига, плюс буду делать сырники. Вот так всегда. Раз в неделю у нас тут идет конфочка. Мы тут стараемся, превозмогаем, выходим из себя, выходим в эфир. А ты, ты, ты домашние дела будешь делать. У меня тоже полно дел. Вот тут у нас в конференции некоторые съебались на диванчик и не общаются. Ты вот съебался. Все съебались, а говорить в результате ротой некому. Вот. Так же напишу. Так и не понял, сообщение потерялось. Слышали же про Ичан? А чё Ичан? Я ничего не слышал. Он умер? Не знаю. Он, конечно, умер? Не знаю. Ничего не слышал. Не в курсе. Давайте зайдем на Аглагни и посмотрим, что там вообще происходит. Все открывается. На Аглагни какие-то ведьмочки с тыковками и какой-то коллайдер. Как же не вовремя. Осталось же совсем немного. Подожди. Должен включиться запасной генератор. Черт, черт. Ай, не распускай руки. Прости. Тут так темно. Ну, слава богу. Черт, как медленно. Непонятно. Граждане бандиты, выходите с поднятыми руками. А это еще кто? Сходи, проверь. Почему я? Ты ж мужик. Прозреваю сексистскую манипуляцию. Что здесь такое? В общем, квантом, рандом, кавай, генератор. Чё такое? Я не знаю. Я сейчас зайду в БНУ. Работает. Работа сайта. Так. Вроде бы все на месте. Спасибо за ВБМ. Новости у них только от 15 июля. Что? Новости у них последние от 15 июля. Доска ПР закрыта для постинга. Ну. Вот нам написали. Собираются скидывать кроля или писать правила? Ну, я даже не знаю. Вот. А это как-то должно меня волновать или нет? И вообще, чем вам кроля не угодил? А? Кроля, кстати, меня как-то сдетектил. Очень-очень даже правильно. Мой статус распознал. Вот. Не такой уж он и плохой. Вроде бы занимается радиогубительством. Вот. О подвиге на ячане. Не знаю. Вот. А что касается правил, я вот все больше убеждаюсь в том, что нужны не правила, а некие такие заповеди, наставления. Потому что, ну вот, например, не убей, не укради. Так, ага, красть нельзя. Ага, убивать нельзя. А что ж тогда, сука, можно делать? Вот. Нужны какие-то гайдлайны. Например, я бы сделал первым таким правилом. Уважайте своего собеседника. Даже если он полное днище и умственно отсталый дегенерат, считайте, что вы беседуете с профессором. Как-то так. Но, с другой стороны, если я такие правила напишу, я боюсь, меня с этими правилами пошлют уже все. Абсолютно. Вот полностью. Как нам пишут, кроль радиогубительством, а админ и чан, а с макомом балуются, о-ло-ло. Че, правда, что ли? Я не знал. Потому что ты их выполнять не будешь. Ну почему? Я всегда стараюсь допиздеть до чего-то такого хорошего с человеком. Вот. Именно понять его суть, причины, почему он высказывает те или иные мнения. В конце концов, помните, что любой человек не идеален и может всегда ошибаться. А если человек может ошибаться, то надо выслушать все стороны, все аргументы с разных сторон. Замечательную картинку нам присылают с Хабра-стораджа. Замечательная картинка. Мне она понравилась. И продублирую в конференцию к нам. Вот как вы это откомментируете? Ха-ха-ха. 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 Да. 85-й год. Все так и есть. Так, ну не знаем, а человек как-то от него отдает. И в свое время обсуждали ячан довольно часто. А вот по поводу заповедей поддавочной можно, наверное, даже вкинуть им. Вообще, в свое время, когда я вот аутировал по поводу модерации на нульчане, вот я пытался проработать это все, и толку этого было не очень много. Вот. Напишут, что надо выслушать все стороны, ага, сначала баньте, потом выслушать. Ну, конечно же, не наоборот же. Вот. Так. Так, 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 так. Нам пишут множество сообщений, а именно нисколько. Ах да, что же касается того, что мочой от него отдает. Ну, ведь задача модератора отфильтровать то, что не угодно в конкретном данном месте. И вообще, я вот недавно нашел такое интересное определение модерастии. Если у вас есть где-то возможность кого-то забанить, значит, это ваше личное пространство. Никто не имеет права вмешиваться в ваше личное пространство и вести себя там так, как он хочет. Вот. Ну, как-то так. Ты имел какое-то отношение к матерации нульчана? Ну, у меня было на нульчане несколько досок, и... Ну, вот я их и материровал. Вот. А так я пытался создать вот правила, я пытался создать кодекс поведения, но всем было похуй. Так, чем вы там занимаетесь? Я не вижу руки на одеяло! Мы в субботней конференции говорим о Ичане и вообще о разных вещах в целом. Честно говоря, говорить особенно нечего. Единственный собеседник, который вот может в голос сейчас нам рассказал про то, как к нему пришел кот на этой неделе, а я уже рассказал, что у меня вот мясо петухов подорожало. Других новостей как-то нет. Неделя взяла и пролетела. Куда она пролетела, честно говоря, я не знаю. Вот так вот живешь-живешь, а время уходит. На заводе меня, видимо, поняли, что один проект от меня ждать бесполезно, мне дали другой проект, но я и его не делаю, ничего не работает. РТС не компиляется, например, с РТС, что делать непонятно, и я, естественно, вот аутирую. Ну и пытаюсь изобрести, например, собственную борду уже который год подряд. Сегодня я к этой борде придумал прицепить платежи и транзакции. Не знаю зачем. Также, кстати, нашел интересную вещь. Это опыт Баду по внедрению протобуферов. Если кому-то интересна тема веб-программирования, вот ссылка. Обычно от веб-программирования тянет за версту по КПшниками и умственно надсталыми людьми, но в этой лекции ничего такого нет. Это доклад Авитотех. Я не знал, что даже такой канал есть. И вот там достаточно неплохой доклад. Ну как неплохой? Те, кто знают, о чем он говорит, и так это все знают. Те, кто не знают, о чем он говорит, вообще нихуя не поймут, я так думаю. Достаточно неплохой доклад от Баду. О том, как они дизайнят Ави, о том, как они дизайнят в параллели фронтенд и бэкэнд. Но это так. Так, что нам пишут? Даже это интереснее моей жизни. Ну, на самом деле, жизнь каждого интересна. Ведь ты же не можешь вообще ничем не заниматься. Хотя я вот, если подумать, тоже занимаюсь много чем. Каждый день много чего создаю, делаю, но толку никакого. И вот раз в неделю такой хочу сделать ревью, чем же я занимался этой недели. Хм, действительно, а чем я занимался? Миру критически необходима еще одна борда. На самом деле, это будет не борда, это будут маленькие бложек с новостями. Но просто так получилось, что, что бы я ни делал, все время получается имиджборда. Так, ну, по поводу личного пространства. Он же по рамкам жизни Ичана появился не так давно. Оттуда и понесло добром. Как минимум удаление трендов реальной жизни. В чем хороших? Перебор. Ведь именно Ичан научил меня снимать квартиры! Мне, кстати, последний раз... А, да-да-да, так и было. Значит, пошел я на Ичан из нашей ленты. Так, пару раз пошел туда, пару постов я отпостил, и за каждый из постов я получал бам. Вот, так что на Ичан я не хожу. Был ли это кроли или еще кто, не знаю. На многих ресурсах запрещены разные слова. Ну, например, на Ичане запрещено не то Винда, не то Линупс, не то Сперма. Что-то такое там запрещено. На OpenNet, например, запрещено слово Пионер. Вот. А вот мне хочется сказать. Я вроде как запостил слово Сперма с английской буквой С, и ко мне прилетел бан. Ну, ребят, если вам не нравятся мои посты, ну че. Пойду я! Пойду я от вас дальше. С одной стороны, в посте со словом Сперма ничего плохого нет. С другой стороны, возможно, у администраторов жесткий боребух на это. Давай запилим на движке нульчана свой аналог реддита с микротранзакциями и лутбоксами. Начинай! Я, если что, на пехопе не пишу. Вот. С другой стороны, все, что я пишу, можно собрать как модуль к пехопе и сделать такое пехопе на стероидах. Я вот сегодня даже подумал, а что если из пехопе выкинуть всю основную логику и оставить ему работу лишь шаблонизатора? Данные из базы получать через шарит мемори. Никаких коннекшенов к MySQL. Между MySQL и вот этим модулем поставить какой-нибудь персистентный кэш. Ну че, круто было бы? Так, я ничего кроме дерьма не создаю. Это кажется слишком ущербным тлен. Но если дерьмо перемешать с опилками, дать ему перегонить несколько лет и внести на почту, получится прекраснейшее удобрение, которое позволит расти новым растениям. Твое говно позволит создавать новую жизнь. Так что даже ты, каким бы ты себя бесполезным не чувствовал, даже ты можешь создать что-то хорошее. Создать немножечко жизни. Так, расскажи о работе поподробнее. Куча новостей, но все политотные. Ну, насчет того, что все новости политотные, я не согласен. У нас есть всегда новости, которые не политотные. Например, под антарктическим льдом нашли следы древних континентов. Говоря данным спутника ГОЦЕ, ученые создали тектоническую карту Земли и нашли под двухкилометровым льдом Антарктиды остатки древних континентов. А-а-а, вот куда мигрировали ананербы. Да, да, да. Или The Boring Company в Луна Маска закончила первый тоннель под Лос-Анджелесом. Это заняло почти два года, и вы намерены открыть для общего использования 10 декабря. Видите, сколько хороших новостей, а вы, говорите, политотные. Что же касается моей работы, ну, я как бы стараюсь не распинаться, что там было. Ну, в общем, в одном проекте мне нужно создать некий гибрид видеоредактора и музыкального редактора с сэмплами, секвенсами, вот это вот всё. И чтобы в каком-то виде это будет ещё симулятор физики. Чем-то похоже на такую опердень, как Evolution Simulator. Очень интересная игрушка. Можете посмотреть, как на Ютубе играют в неё тысячи людей. Но, походу, начальник забил и дал мне простенькое задание. Мне он дали и СТМ, припаяли к ней экранчик и сказали, на дело. Я не осилил, сказал, что вы мне припаяли, 5-вольтовое говно? Оно не работает. Мне говорят, ты чё, ебан? Хуль ты 20 миллисекунд вместо 20 микросекунд тайминг делаешь? Я говорю, ну, но оно же всё равно 5-вольтовое. Ну, ладно. Припаяли другой экранчик, сказали, на, иди работай. Вот. А вот он у меня в коробке валяется, и я так и не подключал эту хуйню. Вот так вот. Вот и вся работа. Эта работа ждёт, пока я начну её работать, а я её не начинаю, потому что проснулся, надо еду искать. Поискал еду, надо на радио эфирить. Поэфирил на радио, надо спать. Проснулся, надо еду искать. Где взять время для работы? Не знаю! Так, спутник год все. В конференции опять никого нет. В конференции есть я и ещё полтора человека. Но все они молчат, ничего нам не говорят, поэтому я буду за всех отдуваться, как всегда. Так, значит, сами вторглись в личное пространство, значит, мы уже забанены! Йес! Адвач научил меня, как снимать шлюх. А новость про замену эталона килограмма была? Нет, давай сюда свою новость. И мы её зачитаем! А я вот конденсатор через резистор подключил, посмотрел, как он постепенно заряжается. Прямо на глазах! А чем смотрел? Смотреть можно такие вещи мультиметром, можно осциллографом, можно такие вещи подключить к какому-нибудь АЦП и вот так далее и тому подобное. Так, временно я работаю с 9 до 18.00, обед с 12 до 12.45. Но в 9 часов я ещё сплю! Вот уже, кстати, вторую неделю я собираюсь дойти до... до... сотового оператора и купить новую симку. То я паспорт искал, то собирался к нему дойти. И вот вторую неделю никак. Завтра воскресенье, завтра они наверняка не работают. Вот, а я вторую неделю хочу купить симку для своего нового телефона за 300 рублей. Паспорт? Ну, а что, тебе думаешь, симку без паспорта дадут? Нет, но ты с паспортом пойдёшь в магазин. И чё? Не в магазин? Ты даже на работу с паспортом не ходишь. К чему была эта сентенция? Ну, к тому, что ты не захотел на работе оформляться с паспортом. А зачем мне это оформляться на работе? Алё, какой смысл? Ну, чтобы работать. Я и так работаю. Ну, понятно. А симку без паспорта не продадут, очевидно. Какие ещё у вас вопросы? Вопросы от необычного. Ну, для тебя необычного. Я ничего необычного не вижу. Так, а вот это и в воскресенье пишут мне. Ну, хуй знает. Я лучше как-то рабочий день выжму. Тем более, лучше завтрашний день потратить на ёблю с экранчиком. Вот, с экранчиком и запиливание менюшек, бизнес-логики и тому подобных вещей. Вот, когда я учился программировать мобильные приложения, мне никто не говорил, что при нажатии на кнопку мне нужно будет взводить таймеры, ебать прерывания и всё остальное. Ни этого не было! Меня этому никто не научил! Нашёл, кстати, на ютубе образовательный ролик, как написать свой, создать собственный аудиоплеер, mp3 аудиоплеер на стмке. Ну, думаю, часть первая. Шина i2s. Ну, думаю, ша мы посмотрим. Смотрю, мужик взял какой-то странный проект, который он уже когда-то делал, загрузил в куб, нахуячил кучу копипасты непонятной и давай разгребать это говно. Полчаса я потратил на это говно. Ладно, хуи с ним, но во второй-то части уж всё точно будет. Вот, смотрю вторую часть, ещё полчаса потратил, даже может 40, за вторую часть он написал лишь Hilla World и получение информации о файле. Причём имя файла он, сука, захардкодил. Ладно, думаю, а где же работа с шиной i2s, где инициализация декодеров, где работа с ЦАПом, где всё это? Ну, вот, смотрю, а у ролика там часть третья, часть четвёртая, ах да, в релайзерах после второй части ничего нет. Думаю, а где же результат? Пишу, урок такой-то, смотрю, часть третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая. Думаю, ёптвою мать, три с половиной часа мне это смотреть? А там такой мужичок уже в годах программит олдскульным ассемблерным стайлом, ну, думаю, нет, надо как-то иначе. ты уже там дорос до фри-эртос? Нет, скорее я, скорее я опускаюсь всё ниже и ниже. Мне, например, хотят F103 пересадить на F0, где всего 8 килобайт памяти. Вот пишут нам, а как же соцпакет? Соцпакет, это когда за тебя платят кучу денег, вот, это ты их не видишь. Тебе такое надо? Так, нам дали новость про эталон килограмма. Давай, читай. Учёные отказались от эталона килограмма из сплава иридии и платины. Теперь определять килограмм будут через постоянную планку. По дольше, генеральный катферец по мировым весам EIPM Версали учёные ввели новое определение килограмма вместо эталонного образца. Эталон килограмма был металлический цилиндр, который хранится под тремя кераметичными куполами. Учёные решили, что он не годится для точных измерений, так как со временем теряют атомы и вещества, что приводит к изменению массы. В некоторых отраслях, например, в космической промышленности, даже настолько небольшая поедине частиц и волн на атомном уровне. Несмотря на это изменение, сама единица измерения массы останется прежней. Теперь её просто вычисляют иначе. На конференции также утвердили новое определение для единицы силы тока ампера. Предыдущее значение основали в 1948 году на измерении силы, которое действует на параллельной стоком проводники. Теперь же для определения ампера учитывается численное значение электрического заряда. Также ещё учёные изменили определение единицы температуры Кельвина. Теперь Кельвин связан с постоянным Больцмана, который определяет связь между температурой и энергией. Единица количества вещества теперь вычитывается с помощью постоянной авгадров и не связан с старым талоном килограмма. Вот такая вот хуйня случилась. Интересно, теперь надо будет перепроживать все весы на планете или не надо? Думаю нет, просто они изменили как усчитывается идеальный килограмм. Вот раньше футы дюйм очень так хорошо меняли. В зависимости от действующей власти размер мог поменяться. Почему так очень даже серьёзно? Так, облизывание детских сосок назвали профилактикой аллергии у тех детей у тех родителей которые у тех детей которые у детей тех родителей у детей тех родителей которые облизывают пустышку медики обнаружили в крови сниженные уровни иммуноглобулинов Е Маленькие дети которые матери очищают соску пустышку облизывания меньше предрасположены к аллергии об этом сообщили медики в докладе на ежегодные встречи американской коллегии аллергологии астмы и иммунологии в Сиэтле доля детей с различными аллергическими реакциями по данным из разных исследований может достигать около 40% в разных регионах планеты при этом около 10% приходится на пищевые аллергии которые нередко проявляются уже в раннем детстве медики постоянно ищут новые способы борьбы с аллергией и находят достаточно неожиданные например два года назад выяснилось что дети которые грызут ногти и сосут пальцы меньше предрасположены к аллергии в дальнейшей жизни вот кто-то мне говорит я значит детстве ногти грыз вот а мне а я любил сосать ручку вот а значит я понял теперь почему мне в треде про битарск говорили чтобы я вынул палец из жопы это же борьба с аллергией а я так не понял а если пустышку мыть значит меньше аллергии будет или наоборот облизывать надо вау а я также находил информацию то что если во время беременности рядом с женщиной будет кошка собака или растение то возможность появления у нарожденного ребенка аллергии на 30% снижена у меня от этого новость про пересадку кала вот вы не хотите чтобы кому-нибудь читай но это старая новость уже причем это достаточно много этих новостей было про пересадку кала так напишут все 7 определений стандартов пересмотрели вместо материального сплошная философия пишут нам через амперметр смотрел как ток через конденсатор течет и постепенно спадает до нуля у меня еще индуктивность есть но я так и не понял как она работает конденсатор как-то роднее я читал книжку а там говорилось что в конденсаторах и в резисторах во всех есть индуктивность но мне также потом написали что она там в таких малых миллипедрических объемах что можно пренебречь так огромный ударный кратер обнаружен в Гренландии под ледником толщиной в полмили об этом пишет пиар параши чашеобразная вмятина диаметром около 19 миль по всей вероятности является результатом падения на остров железного метеорита скорость которого достигала 12 миль в секунду катастрофа произошла по геологическим меркам совсем недавно всего 12 тысяч лет назад падение космической глыбы диаметром 1 миль и весом примерно 10 миллиардов тонн привело к высвобождению чудовищной энергии эквивалентной 47 атомным бомбам Little Boy сброшенной на Хиросиму в 1945 году в атмосферу поднялось большое количество пыли в результате таяния полярных льдов в океаны попало много пресной воды видите так наверное и проебались динозавры так проебалась Атлантида ну и конечно же гиперборея так поскольку нам ничего не пишут мы давайте поищем несвежие новости о пересадке кала ну уж извините мы сразу начали о говне какие у нас есть новости значит первая ссылка на википедию называется трансплантация фекальной микробиоты это будем читать дальше новости пересадка кала что это такое и зачем это нужно пересадка кала на один самый неэстетичный способ улучшить также подпись пересадка кала помогает таким пациентам в 9 случаях из 10 подпишут ну ебан народ неужели кроме новостей про говно нечего обсудить ну ты предлагай свои темы хоть какие-то вот а то у нас нечего обсуждать дальше пересадка кала раздел освежающая информация антибиотики что такое трансплантация кала и зачем ее применяют пересадка кала оказалась в 4 раза эффективнее так пересадка кала 250 долларов за пакетик вот вы готовы за говно заплатить 250 долларов а я кажется знаю не готов я кажется знаю как битарск будет зарабатывать у нас будет самый дорогой экспортный товар ever в смысле предлагай темы я тебя еще развлекать должен ты должен развлекать меня холоп развлекаю как умею например рассказываю про пересадку кала раз вы заговорили о питарске я тут вспомнил на днях я что-то раз говорил со своим знакомым его родственники живут в деревне у них там недвижимость где-то продают по 30к недалеко от границ с казахстаном земли там сколько земли земли это жилодом и приусадебный участок где-то не знаю наверное суток 10 вот и ты что как хочешь там обитарск организовать ну если вымирающий он говорил что не алкаши и он скоро вымрет практически его на карте нет этой деревни то можно медленно выкупать дома их объединять в одну инфраструктуру и мы будем строить битарск ну смотри чем мне этот вариант не нравится этот вариант мне не нравится тем что как ты сам сказал алкаши есть высокий шанс что на твой битарск будут набегат набегат и ограблят я предлагаю тогда устроить самогоноварение и доливать из этих же алкашей говорю организовать самогоноварение то есть будем продавать им самогон в обмен на то что они решили видеть потенциальных нагибаторов погоди погоди но ведь самогоноварение разрешено только для личных нужд ну а в деревне то всем пофиг в деревне то это конечно наши личные нужды все правильно кстати смешнявочка меня спросили на заводе какие у меня есть собственные проекты просто я на заводе уже так спизданул и про битарск и про геосферы и про то что вот нужен такой вот знаете станок для создания геосфер вот в общем надо мной смеялись и говорили я хочу вам послушать насколько далеко ты зайдешь вот во всем этом вот надо мной уже откровенно смеялись все новые новые ты иису задвигал вот ладно поняли что у меня шиза мне говорят это такая шиза что даже мне нечего сказать ладно хрен с ним на следующий день я спизданул про форточку с вайфаем вот я говорю вы думаете это же я шучу я серьезно хочу сделать такую форточку мне заявили ну после того что ты рассказывал про строительство я тебе охотно верю вот значит меня спросили а какие у тебя еще проекты я говорю ну вот форточка есть там телефон дисковый с гербом сделать и GSM связью вот еще такой сказал вы знаете есть еще такой дяденька Жак Фриско погодите это тот который уже помер я говорю ну да в прошлом году это тот который с проектом Венера думаю так родствен что-то родственные мы нашли я слышу у меня сын этим занимается он тоже вот с этим поехал это все поехал поэтому так что я считаете нашел еще адептов да не где-нибудь а на заводе а может быть как раз этот сын является нашим слушателем аааа шок тебя скоро будут возить по заводам для проведения лекций возможно даже в клетке а что нормально кормить хотя бы будут а мне много то не надо так что я вот все хотел сказать если вы хотите увидеть своего сына еще раз вы должны сдизайнить нам трактор на ардуино так что нам пишут тем временем этот монитор разобрал и выпалил все компоненты с плат теперь у меня около 200 резисторов есть каждый вручную выпаян 40-ваттным утюгом а как же я заебался еще гигантский конденсатор есть размером с пол сосиски огромный сука если в розетку подключить руку по локоть торовет как минимум а ты его не подключай в розетку очевидно так что-то нам пишут еще ничего я не буду предлагать диджей в полной конф пусть они предлагают вы слышите слышите ветер это ветер в диджейке в кричащих расцвете ради выдевать некуда пусть они предлагают ну вот кто-нибудь может быть что-нибудь предложит а пока тут у нас полтора человека и мы вот отдуваемся кстати начальник я посмотрел недвижимость сколько стоит земельные участки стихотворение короче если покупать есть два варианта покупать целину и покупать обустроенное целина выйдет намного намного дешевле ну вот в каком регионе номер региона скажи мне 64 так 64 регион так где у меня где у меня этот файлик в базе нет не в этой базе где же она у меня валяется так в каком проекте у меня потребная так а она у меня вообще в другом месте 64 да да 64 регион так значит с княв кням значится так 64 регион ну начнем значит значит земля сельхоз назначения для сельхоза точнее для сельхоза истинного использования по документу участок 40 так 4 почти 5 гектар за 20 ну почти 25 тысяч удельная цена гектара 5000 рублей вот вот что ты говорил за 30 значит мне 10 соток а здесь за 25 здрасте а здесь за 25 можно получить целых 5 гектар а понимаешь нам же нужно где-то жить где-то хранить свой инвентарь геосферы мы будем строить геосферы и при этом чтобы нас не заставили строить рекультивацию нашего сельхоз угодья что такое рекультивация расскажи нам возвращение земли плодородное ну то состояние которое оно предназначено допустим сельхоз назначение значит мы ее придется установить для сельхоз назначения ну засадим картошкой очевидно мы ее засадим а там где у нас будут постройки и нас заставят именно их снисни и там где они находились строить рекультивацию нет сельхоз нет ты можешь строить некапитальное строительство тоннами например теплица вот здесь скажешь у нас теплица под помидоры ну тут еще живу я я сегодня был на риганском фестивале и что как не знаю я всех потолебасил громко ходил и кричал слово мясо и что я не побили нет нет единственное что там хорошее это не молоко я купил себе литр за 80 рублей и все а молоко какое соевое овсяное овсяное я тоже пил овсяное молоко за 25 рублей нормально слушай юрист расскажи мне тут есть такой хороший участок 20 гектар с хуем продают за ну как катастроевая стоимость 18 тысяч рублей это примерно 900 рублей за гектар у него разрешение на использование для размещения кладбища только кладбище то можем и построить нам придется тащить тонны зелени чтобы нам переделать в другое не а почему бы нам не сделать кладбище а почему бы не поднять на этом бизнес можно можно например в моем мухосране а не в саратове проблема с нормальным кладбищем очень остро стоит потому что было два кладбища и второе разрастается как с каждым годом все новый холм отхватывает этим давно уже занимается все унитарное государственное предприятие ритуал и собственно кроме них особо этим уже никто не может заниматься вроде все по себе подняли муниципалитет решает как чем как будет земля кто ее будет обрабатывать кто будет строить и прочее дерьмо так что нам ритуалы скорее всего в твоей шео в москве потому что унитарные предприятия они которые обслуживают кладбища с новым муниципальным так нам пишут на землях сельхозназначение можно жилье для себя ставить разве нет зависит от категории от разрешения на использование этой земли есть классификатор категории использования если например это садоводческая земля то ты можешь хоть дом на три этажа строить если это для пашни даже сортир построить нельзя как-то так кстати хорошая идея про кладбище но делать не обычное кладбище а склепное вглубь с галереями и нишами не шнота же ну да но это тогда нужно элитное кладбище для тех у кого есть мани мани ну вот мы как раз и будем для них делать почему нет можно но это где-нибудь нужно с каким-нибудь областным центром просто у нас есть одно кладбище я вот шел мимо там знаешь памятники метров три причем знаешь сам памятник какая-то такая надгробная плита и машина из гранита вырезана блять я не представляю каких это денег стоит вот моим мухосрани там вот таких приличных гранитом там с хорошими скамейками ухоженными там с плитками их наверное на все кладбище что-то наверное пять или семь и часто у молодых людей так что тут нам пишут анонимное кладбище оплата только биткоинами также шеу пишут что у тебя лицо голосу не подходит так в кладбищенском бизнесе мафии что почему не подходит не знаю в кладбищенском бизнесе откуда и мне знать это не я автор сообщения я у тебя спрашиваю у меня подходит голос к лицу подходит ну вот так в кладбищенском бизнесе мафии больше чем в обороте завязывайте с этим посолены ну блин а там где мафии нет там все копейки стоит так нам пишут значит сокал надо свой когда здоров и срется хорошо срешь в баночку и замораживаешь а когда убил антибиотиками всю флору достаешь разбавляешь все плыводички набиваешь в клизму наливаешь себе в жопу многотысячная экономия на медикаментах и на восстановление флуорокишечника так вот кто ж знал что у меня оно сломается так бы я конечно сделал бы заготовки своего кала хорошо ведь какал а сейчас как же вы заебали своими мертвыми деревнями покажи покажи конкретный пример покажи уровень коммуникации и прочих условий в этой отдельно взятой деревне а блять я спрашиваю где бизнес где блять бизнес план бизнес план у тебя есть бизнес план нет я просто принес предложение ну вообще если люди из этой деревни бегут значит работать там как-то особенно негде соответственно нужно валить поэтому там все испиваются поэтому заброшенные деревни как бы не наш выбор я считаю ну почему там уже коммуникация есть электричество есть дороги есть мы на инфраструктуре сэкономим начали да но ты не можешь купить рядышком поле гектаров так-то 10 ну можно муниципалитета предложить мы тут хотим купить поле недалеко муниципалитет такой ну значит начнем со 100 тысяч рублей за гектар ну давай начнем будем каждый год покупать по гектару нам для начала и одного хватит у тебя есть на 1 гектар за 100 тысяч все кто захотят попасть в Биттарск будут скидывать так сказать вступительный взнос я смотрю документы разрешения на использование иногда что-то проигрываю для размещения для сельского для сельского использования для сельскохозяйственного использования так эксплуатация канал Красной 64 регион и вот хороший вариант для не сельскохозяйственного использования для ведения садоводства для размещения эксплуатации животноводческого комплекса ну это понятно там честные сооружения вот но для не сельскохозяйственного использования это как не знаю это ты читаешь земельный кодекс это я смотрю кадастр как раз по твоему 64 региону это вот разрешение на использование того или иного участка там решение поменяет муниципалитет все от него зависит да категорию он не может менять а вот разрешение да это уже они но это же надо будет занести денег не вы будете дарить алкашам самогона а не инвестировать в вашу коммуну кстати зачем сферы авто же до контейнера реальный выбор ну вот все тоже про эти контейнеры говорят но смотри контейнер бытовка стоит тысяч пятьдесят за эти пятьдесят тысяч мы можем построить сферу высотой с семиэтажный дом и как-то так за те же самые деньги так же начальник мы можем организовать крестьянское фермерское хозяйство ну тут нам придется платить налоги ведь крестьянское фермерское хозяйство КФХ по определению коммерческое предприятие ну там Битарск же не собирается продавать продукцию если не продавать то это ЛПХ ну да отличный подсоб но ведь ходят слухи об угрозе об ограничении самозанятости в виде налогов на доход от личного подсобного хозяйства фу отдельно я не знаю я посмотрел значит лесной кодекс прям в декабре прошлого года вот прям вот только только года не прошло еще например запретили субаренду лесов я хотел было лес взять в субаренду а так решил вот ночью почитать лесной кодекс бля уже нельзя так что пока можно надо брать в аренду лет так на 50 и пока вот это все ну ты понял так-то дача следующего года тоже не будет ааа шок шок так нам пишут ручка шариковая 100 рублей бутылка самогона в подарок вот это хороший бизнес также мы можем еще этих алкашей использовать как дармовую рабочую силу чтобы анончики могли тоже лежать на диванчике периодически а алкаши будут пахать ну алкаши это смотри алкаши это хуевая рабочая сила если анончики не умеют работать то алкаши не хотят и у них руки трясутся так ааа ааа саа расскажите этому анону с резисторами и утюгом про алиэкспресс на алиэкспресс все дорого стало пиздец так даже хикан прижился на заводе и тралит коллектив а я как был аутистом так один и аутирую впусти любовь и счастье в свою жизнь и все будет хорошо мы вот сегодня на этой неделе говорили с начальником про женские трусы и лифчики вот начальник сказал что в женских трусах ничего такого плохого нет и они балуются на работе этим начальник конечно наверное хотел пошутить но он не знал насколько он пошутил так свиное молоко надо было миндальное обратить если только кладбище разрешено то может там земля заражена или просто не подходит ни подо что может быть хуй знает не молоко на айс из него овсянок и сель отличный получается так вы уже совсем ебанулись какие нахуй кладбища ёпта ты же угробил проект битарской ну если кто-то его угробил в том числе и я то его можно воскресить всегда эймен аллилуйя шио побрейся и подстригись а в муниципалитете такие уёбывайте наркоманы не палитесь битарской лучше скрывать ну всё равно как-то битарской оформлять то придётся вот мы хотим купить 10 гектаров на кого эти 10 гектаров записывать во идея альтернативного кладбища кремационный центр из этого пепла делается капсула серфит которая помещается в дерево которое усаживается в наше альтернативное кладбище и вуаля вместо ряда вместо ряда охрененная роща а между деревьев стел небольшие тоже с прахом и эрфит кладбище уровня айцеметерии нам нужны знакомые в муниципалитете в муниципалитете иначе нам не разрешат такого строить хотя кладбище уровня айцеметерии бля это охуенно это охуенно так асферы будут как в деревне на татуине и дают нам ссылочку на картинки сейчас мы заценим какие там сферы были на татуине так ну да примерно примерно так только мы я думаю сделаем без обмазывания говном а так в общем-то что-то такое у меня кстати идея была построить наше строение в виде гигантского человека с ногами и хуем вот чтобы из космоса было видно летающую тарелку рядом так алкаши не будут пахать они слабые без помощи они могут лежать и бухать как и бетарды так а если не попадутся буйные тут без собеседования не обойтись знаешь когда у алкаша горят трубы то он собеседование проходить не будет это ты у него будешь проходить собеседование лучше бизнес сельхозхозяйстве кому не гидропоника или продукты из сои и нужен фиктивный менеджер и к сожалению не подтянет также в условиях этой страны водитель обязателен но гидропоника она же нужна в условиях отсутствия почвы а если у нас 10 гектар то нахера нам гидропоникой заниматься тем более что гидропоника это очень дорого вы самогольщики даже не понимаете во что ввязываетесь тебе просто не дадут спать ни днем ни ночью будут орать и стучать в окна пока не выдаешь не выдаешь пойло будут просить в долг будут просить обменять на только что украденный кусок говна возможно украденный у тебя же а если откажешь то попробует забрать силы лучше не надо вы молодые шутливые вот кстати полностью с этим согласен я как раз товарищ рассказывал что тот кто владеет поселковым магазином он у него есть такая проблема что он им дает в долг если денег нет и он закрывает долг и со мной мне повторить вопрос да сколько лет тебе здесь здесь таких у нас вроде бы нет продолжай значит магазин так так вот магазин либо то что он использует этих алкашей в качестве дармовой рабочей сил типа скопать огород там или за то что я закрою то что допустим 500 рублей ты мне должен ну ты пойдешь вот тому пидорасу выбьешь разобьешься луком нахрен отличный бизнес и как нравится ну ка если тот мужик до сих пор ведет там дела значит там у него все заебись вот такой вот эффективный менеджмент так без обмазывания а зачем тогда ты видео про намазывание дома колбаской показывал не помню такого видео будем вербовать алкашей в битерны так как они по сути те же битерны открывать надо клинику для них то есть по сути битерцк пиши правила приема ну это уж тогда получается клинику надо открывать а если клинику то это нормы во первых это уже земля должна быть это лицензия это нормы на снипы это нормы санпина и что самое неприятное это земли нужны уже с категорией для рекреационной деятельности они самые сука дорогие а еще так же нужны врачи с корочками ну это да впрочем вот тут у нас один повар есть уже так что я есть вот он есть и возможно он врачом станет вот возможно это схожая профессия я могу печь людей лечить хлеб вот видите как это в принципе не сложно так прямо с правой колонки на гладь английская модель превратила ржавую боржу в уютное гнездышко чтобы не платить грабительскую аренду вот но к сожалению где взять ржавую боржу я не знаю а так в принципе вон в Екатеринбурге на берегу построили геосферу хотели снести а конторы которые ей владеют нет какого хуй вы ее сносите это малолитражное судно чем кончилось я не знаю вроде бы постановились таки ту сферу сломать ну вот ничего святого у людев нету никакой клиники по сути не будет это как с ручкой за 100 рублей просто правила нужны так ладно ручку мы продаем в комплекте с бутылкой самогонки а как эта больница будет организована вообще кто вызывал эффективного менеджера ну суть такая мы хотим сделать битерск но не знаем как давай менеджери нами управляй нами вот мы хотим заниматься наверно каким-то сельхозбизнесом и очень эффективным мы купим 10-20 гектаров земли я вот изначально хотел 10 гектаров взять но это я так наобум решил потом я почитал что на общину в районе 100 человек нужно как минимум 20 гектаров земли вот можно батя сферу тогда сделать погружаем чтобы никто за дом не принял и не снес больница это и есть битерск по сути ну мы же не можем в документах указать под строительство битерска вот надо как-то это официально под больницу еще можем а вот под битерск это сложнее так надо оценить первоначальные ресурсы что у нас есть у нас есть технология дешевого строительства геосфер которые в которых никто не хочет жить почему-то и в которую никто не верит у нас есть база дешевых земель у нас есть деньги там тысяч пятьдесят на собственно гектаров так десять земли вот у нас нет понятия как взять в аренду лес чтобы рубить древесину для геосфер потому что если древесину рубить нам не дадут то весь битерск резко так увеличивается в сцене и проваливается если древесину рубить незаконно то после трех кубометров древесины наступает уголовка вот и очень много плохих результатов скажем так так что как взять в аренду лес хуй знает так предлагаю максимально эффективную схему сажать сельхозкультуру вообще ничего не оформляя но постоянно находясь рядом с посадками есть проблема может прийти егерь лесничий и спросит а чё это вы пизделаете а мы такие ну картошку сажаем вот геосферу строим а он нам такой вы чё ебанутые это федеральная земля ну нахуй отсюда вот и ну ладно хрен с ней с картошкой вот вот геосферу жалко трактор жалко вот пишут а мы туристы лесничьи вы тут туристируете с трактором и геосферой да семиэтажный дом на сусаче кстати большой тред был по поводу самообороны там поднимался такой вопрос что нужно как минимум ружьё а ружьё как известно надо хранить в сейфе вот сейфе и патроны к нему нужно отдельно и вот там поднимался вопрос как ружьё зарегистрированное в одном регионе оказалось в другом блять регионе заряженное без путёвки на охоту и вообще чё вы там блять делали вот напишут привезли с собой геосферу на пару дней чтобы жить в ней да и пол вот сделали и печку сложили на пару деньков всего геосфера с вортов палатка шёл бы ты лесничий а мы туристы кочевые туристы не ну конечно интересная концепция так земли ритуальной деятельности это интересный ещё момент земля достаточно дорогая удельная стоимость примерно 20 тысяч рублей в том же 64 регионе также в трейде про Битарцк было предложено что мы являемся религиозной общиной отступников отступников в смысле традиционных религиозных правил и нам нужны земли для ритуальной деятельности более того в лесном кодексе есть пунктик про ритуальную деятельность вот а ты кстати лесничий ты как картоху кушаешь я боюсь что лесничий скажет что да кушаю с вас 15 тонн не меньше в общем есть такой вариант как ритуальная деятельность пацаны расскажите мы можем заниматься ритуальной деятельностью нет я считаю самая правильная такая вещь я думаю под ритуальной деятельности типа я еще не читал в законе что под ритуальной под ней но мне кажется что это скорее село типа построить храм зекурат и против вещи мы обязательно построим храм бога крови причем что самое интересное и в лесном и в земельном кодексе для ритуальной деятельности можно использовать практически любую землю как леса так и земли сельхозназначения внезапно вот пишет ритуальная деятельность предполагает закапывание овощей ранее живших людей это под кладбище а мы именно ритуальную деятельность хотим потом пишет не дай бог вам связаться с оружием аноны наше главное оружие мозг если он не поможет можно еще с топорами и бензопилами вражин рашить я предлагаю рашить с помощью пик копий арбалетов ну и конечно же баллончики и электрошоки однако в тренде предлагали все-таки взять нормальное ружье дескать закон не запрещает и в пределах допустимой самообороны вполне себе вот можно так хомячков будете хоронить как с этим обстоит слушай не знаю вот наш юрист который на антидепрессантах после прокуратуры вот тоже не особенно рассказывает так коптильный рядом с кремом быка чтобы фарш распасовываем по кишкам сразу же коптить не знаю вот очень интересно разрешение на использование для временного размещения твердых бытовых отходов я думаю там тоже мафия вот этим всем занимается как насчет кочевого битарска будем пасти скот продавать ее на убой разводить пастушек собак типа среднеазиатских овчарок так же мы можем объяснить нахрена нам сайга но как ты землю будешь под это брать а с чужой земли тебя погонят если пасти пасти можно федеральной земле вот как раз будем по границ казахстаном 10-5 одноголых возрождаем культуру кочевого скотоводства скотина стоит дорого вот мы сошлись на том что в животноводстве первые годы лучше не соваться а вот купить участок под размещение твердых бытовых отходов это было бы интересно нам тогда нужен Монголия кун так граница с Казахстаном и не с Монголией ебана так значит защитная категория защитности так и написано защитная категория защитности противоэрозионные леса для размещения кладбищ для временного размещения твердых бытовых отходов так что здесь такое интересное для размещения сборного пункта нефти опаньки там у тебя еще в 64 регионе нефть ищут ну да но я не знаю поближе где-то казахстан может быть и есть а знаешь что в Лоградской области нефть где-то в Котовском районе будем бензин гнать так я думаю там бензин то хуёвый потому что в советские времена его поначалу развивали потом забросили на сибирский Кавказ вот напишут скотоводство в золотом треугольнике я не знаю что такое золотой треугольник кто-нибудь знает нет я тоже начальник а ты что-то говорил что нужно объяснить но я не объясняю потому что я на антидепрессантах ну вот про например религиозные деятельности как это все регистрировать ты не знаешь это федеральный закон об этих об религиозных организациях нужно учитывать так может нафиг битер действительно будем кочевать станем казаками или забудем свой байкер клаб ну хуй знает я вообще повторюсь как я к этой хуйне пришел я лежал на кроватке никого не трогал все было хорошо смотрел видасики по ЧПУ потому что на заводе у меня появился доступ к ЧПУ я в принципе мог бы на заводе вот запилить любую детальку там корпус какой-нибудь вообще любую опердень вот и фактически мне понадобилась инфа как работать с ЧПУ и как вообще вот ну с какой стороны к станку подходить выяснилось что свой ЧПУ станок можно запилить достаточно просто из говна и палок для этого нужно всего лишь ардуино двигатели направляющие ну и какие-нибудь колеса например от детских игрушечных автомобилей или от детского там какого-нибудь скейтборда ну чего-то такого вот в качестве рабочего инструмента можно использовать шпиндель от дрели можно использовать сварочный аппарат можно использовать лазер ну короче что найдешь фактически свой ЧПУ станок запилить можно из вот таких вот подручных материалов естественно попались случайно ролики про то как запилить собственные 3D принтеры вот я никого не трогал вот аутировал в 3D принтеры естественно я начал смотреть видосик про фотонные 3D принтеры и тут кто-то сказал вот ты лучше бы что-нибудь о строительстве бы узнал но я и узнал что оказывается дома можно печатать в принципе я это и так знал вот проблема цемент сохнет дорого ой долго вот поэтому быстро домик не напечатать из обычного цемента зато можно напечатать за месяц не один домик а целый поселок интересно интересно вот вопрос где это все делать где мне экспериментировать тут я узнал что земля оказывается можно быть достаточно дешевой вот нашел в 64 регионе участок 1 гектар для культурно оздоровительных туристических и спортивных целей всего за 9740 рублей 9000 рублей вот и 2.2 у меня в голове сложилось и давайте строить 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 будем вот как-то так подпишут ну давай попробуем уже какие ваши предложения так вот кстати разрешение использую заготовка древесины заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства ведение сельского хозяйства осуществление научно-исследовательской деятельности образовательной деятельности осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому учению иные, разработка межсотверждения полезных ископаемых, строительство, эксплуатация водохранилища и иных водных ресурсов, также гидротехнических сооружений, специализированных портов, строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов. И все это у одного и того же участка на 2 гектара за 9740 рублей гектар. Там берег, что ли? Похоже на то. Вот, вот, спортивные цели очевидны. Сферический стадион! И нам, конечно же, пишут дальневосточный гектар. А Нончик, нахер нам дальневосточный гектар? Чтобы доехать до этого дальневосточного гектара, нужны деньги. А это 1025. За эти деньги я могу 10 гектар взять. Нахер мне в 2... А так же еще туда, скорее всего, дадут деньги за Жопинский, куда, блядь, хуй доедешь. А до Зажопинска я могу сам выбрать. Здесь я его сам выбираю. Здесь уже ближневосточный. А, да, я тут находил, значит, болото. 37 гектаров. За 15 тысяч рублей! 37 гектаров! Так, статья 9. Создание религиозных организаций. Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее 10 граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одной местности, либо в одном городском или сельском поселении. Так, с первым у нас проблем нет. Со вторым у нас реальная проблема. Чё делать будем? Ну, можем прожить где-то год в одном селении, только придется делать тебе временную прописку. Так, централизованные религиозные организации образуются при наличии не менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедения в соответствии с собственными установлениями религиозных организаций, если такие установления не противоречат закону. Ну, чё, регаем секту Кровавого Бога? Ну, вот можно. Вот напишут. Купим весной землю, на лето туда поедем, попробуем строить. Вот самая большая проблема это где выбрать? Вот, куда именно поедем? Кто-то голосует за северный регион, кто-то за Поволжье, кто-то за юга голосует. Вот, всё это сложно. Какие преимущества у религиозной общины в вопросе землепользования? Религиозные общины могут выделить лес для, вот, это самое, для ведения их нерелигиозной деятельности. Можно заниматься вырубкой, если я правильно понял то, что прочитал в лесном кодексе. Лесной кодекс это самая упоротая чтива, которую я когда-либо читал. Особенно меня добил пункт платность лесов. То, что в России леса являются платными. Не дадут вам статуса религиозной организации? Даже не суетесь. Могу профануть галимой политотой, но не стану. Самому грустно. Ну вот, вырубка в религиозных целях отлично звучит. Ну вот. Потому что без доступа к древесине весь наш Бетерск сильно удорожается. Это нужно дохуя денег. А у меня столько нету. Мы хотели, конечно, все брать кредиты по 3 миллиона рублей нарыва. Но что-то никто не горит желанием. Не знаю почему. А вот так 10 человек скинулись бы хотя бы по 3 миллиона, уже было бы 30 лямов. Можно было бы нормальный трактор и комбайн купить. Предлагаю вот как раз с деревни начать. Типа купить пару домов. Вести поначалу приусадебное хозяйство. Регать где-то год так прожить, регистрируем религиозную организацию и пользуемся всеми благами религиозной организации. Ну, понимаешь, на приусадебном участке очень мало места, очень мало ресурсов. Придется все покупать. А это... Понимаешь, если 10 соток на одном приусадебном участке и при этом оно будет, конечно, не 100, но штук 10-15, нам этого хватит. Если несколько будем покупать дома с приусадебным участком, где-то 10 соток. Для 10 человек, чтобы прокормиться и выращивать, если все, то нужно порядка 2 гектар. Так что этого очень мало. Если мы даже все картошкой засадим, нам не хватит. Кроме того, где-то курочки должны бегать, уточки, перепела, и вот это вот все должно ходить. Где-то здесь надо построить большой сортир. Так что... Поэтому я как-то, в общем-то, против вот такого использования. Если серьезно, то нужна эффективность первые 3 месяца. Давай рассказывай о эффективности, что ты решил запилить. Вот какой-то интересный тип разрешения. Под коллективные огороды. Стоимость гектара 858 рублей. Общая площадь 8... А, 8 гектаров всего лишь. Как-то так. Можно купить 2 земли относительно рядом, если не получается с одной. 2 земли различного назначения. Вот я тоже на это думал. Есть земли для ведения фермерского хозяйства. Они маленькие, но дорогие. И есть рядом для сельхоз угодий. Там, например, можно сделать под пашню. Под пашню вообще копейки стоит. Но строить там даже сортир нельзя. А рядышком с фермы мы будем... Там небольшую дорожку сделаем. И вот будем передвигать. Вот это самая норма. Ну, начальник, тебе вроде несколько раз намекали такое предложение. Чего ты... А я и не против. Мне вроде первый раз сказали об этом прямым текстом. Вот, нам пишут. Установите взнос 200 тысяч рублей на рыло для начала. Отобьете желание соваться у мамкиных троллей и просто заехавших посмотреть мимо крокодилов. Для этого я хотел 10 тысяч рублей, чтобы от мамкиных троллей убежать. Вот, 200 тысяч я сам не потяну. Ну, полтинник там или сотню еще вбросить можно. Вот как-то так. Самое главное, нужен нам станок для производства дощечек для геосферы. Вот, а то придется строить, как обычно, из говна или кирпича. Как-то так. Так, на ресурсы будем поженичать в метро, собирать на строительство храма. Ну, тогда не надо уточнять, под какого храма. Нарисуем РПЦ-шный храм, поставим в каждом ларьке вещи для пожертвований, профит. Вот напишу. Тогда вопрос, что будет являться эффективностью, способность прокормиться или коммерческая прибыль? Вообще, я вижу Бетардс как такую изолированную коммуну, которая работает только на благо самой себя. Но здесь есть уже сложность. Например, мы решили выращивать хрюшек и делать из хрюшек хамон. Хамон стоит ой-яй-бу каких денег и, в принципе, там достаточно сложный техпроцесс, надо два года его вялить. Ну, допустим, мы запилили хамон. Если это делать для собственных нужд, то получится так, что анончики, конечно, съедят хамон и скажут спасибо, но вот это как-то дороговато получится. А если это пытаться продавать, то нужно будет, во-первых, как-то проникнуть в сети продаж, это раз. Во-вторых, мы же все там друг другу горло перережем за деление прибыли. Сложно это все. Вот там пишут, да не ебись ты с геосферой, возьмем железнодорожный контейнер, есть план таких няшных домиков на их основе. Так, вот пишут, просто продажи, это так или иначе налоги, а еще и ПЧП или ООО. Вот, такая вот херня. Так, тем временем, я осмотрю разрешение на использование под выпас другого участка для ведения животноводства, сенокошения и выпаса скота. Под выпас скота 11 тысяч за гектар, под выпас просто 7 тысяч 400 рублей за гектар. Вот, как-то так. Вот. Вообще, если посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны, что такое Бетарцк? Как я вижу Бетарцк? Бетарцк это место, где можно работать. Это в первую очередь рабочие места. Мне вот начальник говорит, что в стране все, конечно, говно, но если вообще ничего не делать, то лучше не станет. И чтобы вот денежки были, нужно, сука, работать. Вопрос, где работать? Идешь такой на сайт Авито, ищешь работу, смотришь, что сисадмин получает 7 тысяч рублей, думаешь, фу, и не хочешь работать. Вот. А здесь, в Бетарцке, очень много работы будет, ты выбирай любую работу на свой вкус. Вот. И сразу, как бы, появляются рабочие места, если работа, если это производство, опять должна быть прибыль. возникает вопрос, куда произведенное сбывать? Опять-таки, Бетарцк, это еще внутренний рынок, в свою очередь, который позволит самообеспечивать самих себя. Так что, я в первую очередь вижу, как замкнутое производство, но вот непонятно, куда сбывать хамон, если мы его будем делать. Да и нужно ли его делать? Так, опять же, максимально эффективно присосаться к уже готовым религиям или бизнесам. Так бизнес к тебе же присосаться может, вот в чем проблема. Готовым религиям нужно вступать в общину, возвыситься по иерархии и получить разрешение на постройку храма в селе Малый Кал. Так, ты же программист за 300 тысяч ка в секунду, ну, понимаешь, хуёвый я программист, у меня ничего не получается. Я не могу даже на экранчик Hello World вывести, я путаюсь в прерываниях. Лесничий, я просто пасу скот. Какой еще скот? Да вон тот скот, который на берегу бухает. Сейчас они устут и пойду их шашлык жрать. Грустно это. Алса, ребята, я устал, у меня болит горло, беру пятиминутную паузу. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Кибуцы как большая семья. Не знаю, конечно, насколько это реально. Говорят, в Рашке это в принципе не взлетает. А вот в Израиле вполне себе работает. Также нам пишут, нужна сеть распределенных битарсков. Ну, об этом я уже писал. Могу зачитать пасту. Итак, что-то там написали. В то время Кришнаит у нас действительно организовали общины и занимались бизнесом на приготовлении пищи растительного происхождения. Причем Кришнаитов уже нет, а производство живет и процветает. Но вот я, кстати, тоже хочу открыть сеть производства жратвы. Итак, паста. Может и битарск устраивать в Израиле? Так я же не в Израиле, вот в чем проблема-то. Итак, паста. Можно попробовать рассмотреть человеческое существо, как некий паразит, который уничтожает в процессе своей жизнедеятельности различные ресурсы, попутно выделяя другие. Ресурсы бывают естественными. Земля, вода, глина, песок, климат. Ресурсы бывают добываемые. Рыба, мясо, овощи, электричество, лес. Ресурсы бывают людскими. Рабочие часы, услуги, качество услуг и их разнообразие. К примеру, если запилить общину в Архангельске, то мы получаем дешевую рыбу, а если в Волгограде, то по соседству с разоряющимися фермерами, дешевую пшеницу. Возможно, даже ниже себестоимости. Рыба отлично пригодилась бы для содержания скота. Переработки в удобрения, но вот с фермерством в Архангельске как-то не очень. Надо бы как-то сделать так, чтобы жить сразу в двух регионах. Почему я не жрал толком рыбу уже много лет, хотя она в Архангельске дешевле курицы, которую я жру каждый день? Логистическая цепочка, которая проходит от Архангельска до моего Зажопинска, такова, что нужно не только платить деньги за ГСМ, но и кормить толпу разных ашутов, считающих себя самыми нужными звеньями пищевой цепи. Кроме того, грузоперевозки – это еще один вид самозанятости, то есть та самая работа, которая так нужна. Современные системы аналитики помогут не только спланировать и оптимизировать маршрут, но и снизить затраты на издержках. Приложенные карты – мое творение. Там я рендерил карты из ОСМ, некоторые GPS-дампы и так далее. Остается понять, как в любом виде бизнеса, кому все это надо и как влезть на существующий рынок. И отсюда рождается очевидная мысль – пир-ту-пир-битарск. Отделение в Архангельске закупает морепродукты по автовым ценам, Архангельске отправляет машину в Волгоград, где будет налажена переработка и реализация уже под ценами Волгограда, то есть в 10 раз выше. А то, что мы не сможем реализовать сразу на переработку. Переработка нужна для того, чтобы вместо разорения на дорогостоящем складировании, где цена на товар не растет, время складирования в качестве переработки увеличило бы стоимость товара. А в Волгограде мы скупаем у местных фермеров помидоры, яйца и прочие ништяки, скажем помидоры по 5 рублей за килограмм, и отправляем в Архангельск, где помидоры и курятина пиздец какие дорогие. Опять же, цикл повторяется. Мы не складируем товар, мы его по мере возможности перерабатываем. К примеру, открываем домашнюю кулинарию, и нарезаем салатики, стоимость которых резко возрастает. И достатком такого peer-to-peer бизнеса является то, что нужно достаточно большие первоначальные вложения, нужна ответственность на всех нодах, чего один человек добиться не в состоянии. Но данная схема позволяет открыть сеть бетерсков, создать рабочие места на своих правилах и фактически сфинансировать друг друга. При этом такая сеть максимально масштабируема, она позволяет вписать в себя свои фермы, производства и точки реализации продукции. Создавая замкнутый цикл, мы уменьшаем риски от внешних факторов и не теряем деньги на наемном труде. Можно играть в Дальнобойщики 2. Я, дживагода, хочу такую игру. Мне сказали, что я еблан, то, что в Архангельске цены на курицу примерно такие же, как на рыбу, а вот Школотакун говорит, что курица в 10 раз дороже. Кому верить, не знаю. Просто главное, чего нет в Бетерске, это ответственности. Так, а я тебе рассказывал о тете, которая земли покупала. Так вот, она готова ее бесплатно отдать, никому не нужна. На Алтае куча заброшенных земель. А эту тетю сюда можно пригласить? Поговорить с ней как-то? Вот это вот все. Так. Что нам пишут еще? Бетерске... Поговорил с фермером Михаилом Шляпниковым о русской деревне, а на архи-криптовалюте. Так, ну понятно, мы такого... Такое мы не хотим. Вот. Что есть на Алтае, чего нет в Москве? На Алтае есть охуенный графен. Ты вот смотришь на Алтай, увидишь охуенный графен. Кстати, на Алтае почти вся земля, ну, точнее, не вся земля, ну, очень много земли подходит под рекреационные цели. Что это означает? Ты можешь построить там турбазу. Вообще весь Алтай очень так плотненько покрыт этими рекреационными базами. Проще говоря, турбазами. Графена-то хватает. Горы-то, водопады, вот это вот все. Если запилить какую-то бизнес-схему, которая на букинге, там, на TripAdvisor и прочих будет выкладывать предложение за 150 баксов посмотреть такой-то графен, я думаю, к нам достаточно много будет путешественников из цивилизации. Это живые доляры, если что. Так что Алтай это must have. Мы с вами, как мы сказали, наше главное оружие это мозги. Мы с вами все знаем английский язык. Хотя бы на уровне Hello! Give me your dollars! Ну, так что, ну, ты понял идею. Надо этим пользоваться. Раз мы можем сказать Give me your dollars, то и можно пытаться развивать направление бизнеса. Туристическое направление бизнеса. Так, турбаза на Алтае взлетит с наличием дорог, но даже, Алта даже с наличием их не так просто в турбизнице. Ну, смотри, дорог на Алтае нет. Там есть направление и серпантин, если по горам ездить. Кстати, дороги, участки на Алтае, прям на горах я находил вообще за смешные цены. Что там еще? Значит, что нужно для вкатывания? Для вкатывания нужно построить жилье, где иностранцы будут отдыхать. Это те же самые геосферы. Печку, чтобы они не замерзли. Ну и как-то так. По горам ездить. Да, нужна буханка, чтобы этих иностранцев возить, сука, на экскурсии. Нужен катамаран, чтобы сплавляться. Да, мудак там, блядь, по тарелке хуярит, блядь. Я это. При этом аптетита. Спасибо, очень вкусно. Что я жру? Я жру борщ. Ленивый. Берешь, значит, капусту. Кромсаешь огромными хуями такими. Качан так на несколько частей. Хуяк, хуяк, хуяк. И на маленький огонь часа так на три. На четыре. Лучше в бульон. Блин, я что-то вспомнил, как ты рассказывал рецепт приготовления фарша куриного и капусты на аэрогриле. Вот, чтобы он пропитался соком и вот поебалу. И вот сок и по-мужицки прям ух. Да, замечательно было. Вот, а это я петуха сварил. Сначала я вскипятил воду часик. Она превратилась... Это ты, что ли, эти сообщения пишешь про петухов? Про то, что я ел петуха и покакал? Сначала не я. Бля, меня так и напрягает этот чувак, который пишет, что, типа, бля, меня тут бабушка рядом похоронит. Мне так весело. Пацаны, петуха, это как покакали. Я вот тебе просто не представляю, что я живу на одной планете с такими нахуй. Типа, как? Так, я хочу его вживую увидеть. Давай его президентом выберем, диджеем сделаем, я не знаю, маскотом нашим нахуй. Человек-петух, я не знаю, как его назвать. Он поедатель петухов. Вот, в общем, это и он меня заразил, вот то, что я индюка петухом называю. Ну, как-то так. Так, в общем, я сегодня кипятил воду, вот она превратилась в говно, я в это говно сунул две ляжки петуха, капусты, свеклы, три штуки, и вот как-то так. Hello, dear seller, give me your money and fuck off. Good night and go again with many. Ну, чё, нормально. Зря ты заигнорил мою ссылку. Ссылка была на успешного строительно-анархо-коммуны в этой стране, поясняя с чего начинать и как избежать повышенного внимания государства. Главная проблема – это не жильё, а и инструмент, а не возбуждать интересы у контролирующих и надзирающих. Ну, я считаю, что контролирующие и надзирающие будут на тебя смотреть только в случае, когда у тебя будут денюжки, у тебя будет что отнять. А пока у тебя денег нету и ты не нарушаешь закон, в принципе на тебя всем насрать. Так, есть относительно развитый алтайский край и нищенская алтайская республика. Так, знаешь, человек говорит, что зарубежных туристов очень мало на Алтая. А почему мы будем развивать это всё? Так, теперь представим себя баварским туристом, прилетевшим в Москау за российской экзотикой. А не за российской экзотикой, а это так называемый сельский туризм. Раньше был экотуризм, сейчас сельский туризм. Это чтобы в говне покопаться. И мы тут американцам, немцам и прочим финнам очень даже можем помочь. Бля, я думал, ты скажешь, дать пососать, но ладно. Поначалу Люта проигрывал санона кушающего петуха, но потом он показался мне таким домашним и уютным, что без его постов стало как-то скучновато. Вот так вот всегда, что имеем, не храним. Почему? Домашний сыщий поедающий петухов. Бля, нам нужен такой гитарский. Кстати, я теперь не пекарь, я переквалифицируюсь в Пицайло. Пицайло – это такие пекари, которые делают пиццу. Пишут, Шилл, ты слишком пошлый. Да? Слишком? Почему? Ты тоже подумал о кабачках и о сливных трубах и кабачках в сливных трубах? Нихуя ты вообще? Ты засунул проект члена себе в голову. Ха. Шилл, тебе пора менять таблетки. Так, в говне покопаться. Может, лучше техно-туризм? Какая он... Вот скажи, где мы возьмем техно в этой стране? А вот аграрный туризм – это вполне себе мы еще осилим. Так, почему вода из бутылки по 10 рублей литр не меняет нейтрального вкуса за полгода? А если вскипятить воду из-под крана, то она уже через день обретает вкус нечищенных зубов, потому что кипячение не убивает всю подноготную, что там находится. Ее нужно именно на что фильтровать. Гуглить такую вещь, как обратный осмос. Так, руническая надпись Гагага, по мнению рунологов, вероятно, является боевым кличем, представляет собой три так называемые связанные руны, стоящие из рун Геба, Анзуса, представляет собой одно из так называемых шатровых рун. Так, почему не переводят Ларри со второго по пятый этажок для меня? Так, писайло на радио есть, давайте какого еще найдем. Блядь, писайло, нахуй, там, ц буквы от слова пицца, муа, Италия, епта. Пицайло, слышь, епта? Шил, а сколько таких писайлов, как ты, будут в Москве? Че? Сколько таких писайлов по Москве, как ты? Пока я один такой. Единственное, в Москве писайло, нахуй, и то на радио на нем сработаю. Пиццойло, пишут нам. Так, в стране огромное количество брошенных техник, которые сам по себе объект интереса. Ну вот, надо создать какую-нибудь базу таких вот брошенных техник и предлагать экскурсы пицц... Пицц... Пиццайоло же! Пиццайоло! Это уже какое-то финское название. Услышал полицайла и вздрогнул. Все остальные пиззайцы? Я саратовец, приятно познакомиться. А он у нас пиццайло. Ты один единственный в Москве, ты особенный! так, контролирующий и натирающий будут на тебя смотреть как на банду парней, живущих по своим законам. Как ты не понимаешь, что для любого участкового ты прежде всего гейнер, команд, сектант, ну и что? Это его проблема, то есть проблема, от которой лучше избавиться. А для окружающих пафосный городской мальчик, без четких понятий и принятых в той местности. слушай, это проблема того самого участкового. Ему, кстати, статистику тоже не надо портить. Как-то так. Нужно пояснить, что участковый и тут у нас как бы свое, все как бы нормально, ты лучше лишний раз нам не суйся. Вот, и все будет у тебя хорошо. Тебе статистику не надо портить, правильно? Вот. Ну, вообще, вот, я, конечно, понимаю все ваши опасения по поводу вот этого Бетарска, я бы сказал так. Ребята, вы мыслите деструктивно, вы пытаетесь найти какие-то вещи, которые так или иначе приведут к развалу Бетарска, к каким-то гонениям, к каким-то наказаниям и тому подобному. Но подумайте на секунду, что мы делаем в целом? Делаем ли мы что-то плохое в целом? Нет. Делаем ли мы что-то такое, отчего общество окружающее нас захочет оградиться от нас? Нет, это мы от общества ограждаемся. Так, он напишет «Да». Ну-ка, давай-ка аргументируй. Да, я писал Анону, который неоднократно слышал, что многие хотят покопать землю экскаватором, поднять балку краном, just for loose. Это ведь вполне тянет на услугу? Вот, значит, насчет того, что гипотетические труды, нужно продумать все заранее, чтобы гипотетические труды не были напрасны. Я с тобой полностью согласен, но вы находите тысячу и один аргумент в пользу того, что делать это все не надо. И вот мы разрабатываем вот именно вот эти гипотетические варианты, они у нас так или иначе все заканчиваются на том, что придут менты, всех разгонят или придут менты, всех посудят. Ну, конечно, это хороший такой, наверное, защитный механизм, но смотрите, мы разрабатываем именно негативные варианты, то бишь, самые лучшие варианты из того, что мы все сможем разработаться, рано или поздно кончатся вот в жопе все это будет. Потому что это выученная беспомощность. Не, не совсем. Мы не разрабатываем позитивных вариантов. А поскольку мы не разрабатываем позитивных вариантов, мы из всего пространства вариантов находим только жопа, жопа, ну, не совсем жопа, а вот это полная жопа. Поэтому я в первую очередь хотел бы направить креатив и мышление в ту сторону, когда мы бы что-то именно создавали, когда был бы позитивный вариант. Вот. Потому что, повторюсь, как вот говорит мой начальник, если ничего не делать, жизнь будет полной жопой. Вот. Так, значит, чтобы попасть в Битарск, надо выходить из дома? А то ж! Так, нужно пояснить участковому, ты либо совсем страх потерял, либо ебанутый. Ты вообще что-то пояснял ментам? Да, не так давно на меня вот написали заявление. Я пояснял ментам. Я даже удивился такому общению. Я думал, что у нас будет достаточно странное, долгое, неприятное, общение. Мент вообще был таким хорошим собеседником, я бы сказал. Так, позитивный вариант, когда вокруг жопы, называется это шизофрения. Ребята, еще раз, если вокруг видеть жопу, это берем простыню и медленно ползем в сторону кладбища. Сразу. Я считаю, что нужно всегда искать что-то хорошее и двигаться к этому хорошему, несмотря ни на что. Вот вопрос, например, будет ли у нас внутренняя экономика полностью или внешне? Будем ли мы пытаться делать прибыль или не будем? Будем ли мы выращивать, жрать столько для себя или мы будем выращивать хамон на продажу? А если мы будем выращивать хамон на продажу, как сделать так, чтобы анончики с одной стороны не передрались и не сожрали хамон до его продажи и, во-вторых, не передрались и не перерезали друг друга в попытках разделить деньги? Как быть с теми, например, что кто-то обиделся, кому-то не понравился, его там обокрали, опустили, и вот он решил уйти из коммуны? Но при этом, когда человек уходит из коммуны, он говорит, что вот у него там дедушка прокурор, у него есть связи и вот он может как-то нам нагадить. Вот эти моменты лучше продумать. Не то, что кто-то заинтересуется нами просто потому, что мы есть, а более такие актуальные вопросы. Так, вот он пишет, что мент притворился хорошим собеседником, чтобы войти в доверие, узнать о тебе то, чего нельзя говорить окружающим. Но я ему и не сказал больше. Чтобы продавать хамон нужно сначала хотя бы обеспечить себя жильем, едой и водой, желательно еще электрическим канализацией. Значит так, жилье, геосферы, для этого нужен станок и древесина. Еда, еда выращивается рядом, подножный корм, можно еду как выращивать непосредственно в виде растений, так и пускай она сама бегает, сама выращивает себя. Это куры, петухи, утки, индюки и так далее. Вода, самый такой и неоднозначный вариант. Для начала самое простое это верховодка. Копается одним-двумя человеками яма и вот у тебя есть вода. К этому делу можно построить опреснитель как из говна, так и из нормальных человеческих материалов. Но это будет стоить пару тысяч рублей. Ну а если деньги все-таки появились, то я бы сделал скважину. Скважина это от 100 до 500 тысяч рублей. В среднем где-то 150-200 тысяч. Электричество, ветряки, канализация, большая яма септика, пересыпаемая бактериями. Интернеты или бластер для GSM на вышке или двунаправленный спутниковый интернет. Анлим на 25 мегабит от Триколора стоит около 30 тысяч рублей. Ой, стоп, еще я пишу, 3000 рублей ежемесячно плюс оборудование двунаправленное в районе 30 тысяч рублей. Ну, как-то так. Пишут, при верховодке придется не срать. При верховодке придется колодец и септик разделить примерно на 50 метров друг от друга. Вот. Пишут, верховодка пахнет мочой. Во-первых, фильтр, во-вторых, оплеснитель. Так, ветряки, ветряки можно горизонтальные, вертикальные, и можно даже ветряки в форме как такого шила, я уже не знаю, как они называют. Большая яма септик, пересыпаемая дрожжами. Ты пошутил, да? А вот народные умельцы уже пилят различные биогенераторы, как раз пересыпая дрожжами. Точнее, разными другими вещами. Так. Так, что она пишет? Если не видеть жопу, ползем в психдиспансер. Ну, не хочу я в психдиспансер, там не очень. Вот если запилить свой психдиспансер, кстати, количество психдиспансеров по этой стране растет. Видимо, бизнес выгоден. Я что-то читал, что на одного шизоида государство выделяет 50 тысяч рублей в месяц. Учитывая то, что эти психдиспансеры растут по всей стране, явно бизнес очень окупаемый, очень прибыльный. Но как в этот бизнес влезть, непонятно. Вот. Давайте скинемся на простыни, построим кладбище для себя. Да, тем более, вот я тут нашел кучу земли под кладбище. Почему хлеб не покрывается плесенью сразу под оставанием из печки? Почему плесень ждет три дня перед тем, как расти? На самом деле она растет сразу, только ты этого не замечаешь. И плесень сначала нужно колонизировать субстрат, чтобы на нем вот начать жить. Так, вывод, будем вегетарианцами и деньги тратить на автономные системы жизнеобеспечения, чтобы не ссориться из-за ОМОНа. Но, погоди, погоди, выращивать можно, например, орехи, они тоже дорогие. Мы передеремся из-за орехов. Так, зачем делать конкуренцию, если будем жить по социализму, так как коммунизм возможен при бесконечных ресурсах. Но у нас не бесконечные ресурсы, а социализм у нас, как видно, ни к чему хорошему не приводит. Ветрики сосут у гидроэлектрогенераторов, осталось найти место, где речка. А речка это как-то там, это, в общем, водный кодекс, он еще более ебнутый, чем лесной. Это сложно. А так я не против гидроэлектрогенераторов. Это еще охуений. Ну, если у тебя есть такая речка рядом. Кто хочет конкурировать, пусть идет работать. Так в том-то и проблема, что, возможно, кто-то не захочет работать, но захочет хамон, орехи и вообще вот все интересно. Конкуренция сама собой образуется при несбалансированных ресурсах на одного человека. Просто мы пытаемся изъять из схемы деньги, при этом эквивалентом количества труда становится еда. Вообще я предлагаю использовать деньги Гезеля или такую вещь как приоритет. То есть мы считаем, кто сколько отработал вообще и даем, условно говоря, за каждый час работы одну единицу условных денег или, как у Леонида Каганова были бонусы. Бонусы не отнимаются. И в зависимости от этих бонусов мы можем выдавать ресурсы. То есть мы берем всех людей и сортируем сколько у них этих самых бонусов. Если человек не работал вообще, у него бонусов ноль. Если он работал с самого первого дня, у него там сколько денег. Вот напишут, карточки на еду будем давать за трудные дни. Это не карточки, это такой приоритет. Значит потом мы, например, зарезали свинью. И условно говоря, у нас появилось 50 килограмм мяса на продажу и 50 килограмм мяса для собственного употребления. Так вот, первый, кто в этой очереди есть, может выбрать сколько ему этого мяса надо. Килограмм два или три. Второй также берет, третий и до тех пор пока не дойдет до того, что мясо совсем кончилось. Естественно, те люди, которые не работали, у которых на балансе ноль, скорее всего до них мясо и не дойдет. Соответственно, для них хороший ответ. Ребята, работайте, суки, тогда мясо будет в том числе и для вас. Но здесь мы можем столкнуться с такой проблемой, что люди будут работать и работать, но все равно будут в конце этого хвоста. Соответственно, никогда они не заработают свою свинину. И вот тут как раз приходит идея денег гезеля. Что за деньги гезеля? Почему он разрешает использоваться своими деньгами? Деньги гезеля имеют свойство протухать, их нельзя накапливать. То есть, условно говоря, ты получил зарплату 100 рублей и ты можешь купить, например, 100 яблок на них условно. Причем, вот тебе я выдал эти 100 гезеля рублей и ты можешь на них купить сразу 100 яблок. Но через месяц часть денег у тебя прокисает и ты можешь покупать на них уже 80 яблок. Через еще месяц 70 яблок. А через там 3 месяца у тебя деньги вообще все сгорают. У тебя денег не осталось вообще. В чем как бы идея? Деньги должны работать. Если ты деньгами не пользуешься, если ты деньгами не пользуешься, то тебе они как бы не нужны. Никогда не накапливать деньги. При такой схеме, когда деньги имеют свойство это про рубль. Кстати, да, почитай историю. Если при такой системе деньги сгорают, звучит как инфляция, именно. Если деньги сгорают, то нужно деньги вкладывать в экономику. То есть, те внутренние деньги, что заработал, надо как-то кому-то передать. А если деньги передаются кому-то, то этот кто-то тоже должен совершить некий труд. Например, забор сделать резной, срать пирамидками или еще что-то. В общем, деньги, передаваясь друг друг дружки, они работают и стимулируют именно к работе, не к накоплению капитала. Вот. И можете почитать про эксперимент с деньгами Гезеля. То, что маленькая деревня просто расцвела. Так, а давайте использовать доллары, бонусы и векселя ставьте себе, эксплуататоры бетардов. Я предлагаю использовать биткоины уж тогда. Один копал колодец, другой пилил майндмапу, а получили одинаково. Кого утопят в колодце? Тоже вопрос хороший, но если общине нужен колодец, и если общине нужна майндмапа, да, оба получат одинаково. Что делать, если итальянская забастовка? Трудодней много сделано нихуя. Если нихуя не сделано, значит трудодней нету. Итальянская забастовка очевидно не оплачивается. Где брать антибиотики для свиней? Я не буду есть хамон с глистами. Придется покупать. Впрочем, хамон это явно внешнее производство, то есть на внешнюю экономику оно само себя окупает. Очевидно. Кто будет заниматься эмиссией денег? Сам Гезель? Я буду их печатать. с мяса не получится как с хлебом тут. Республика Шкид. Замечательное кино, да. Вот чтобы не получилось как в Республике Шкид, нужно запретить товарные отношения в плане еды. Вот, как-то так. Донатить деньгами тоже нельзя. Можно только что-то купить. Хули в Африке это не работает? Не знаю. А социальная поддержка малоимущих в Бетарнске будет? Я работать не собираюсь. Как я смогу поразировать на обществе в Бетарн? Вот встанем на ноги и тогда будут социальные гарантии. Мы тебе предоставляем бесплатное жилье в геосфере. А что, нам ничего не стоит. Мы тебе предоставляем суп Румфорда 6 тысяч рублей в год на человека. Мы тебе предоставляем бесплатные интернеты со скоростью 32 килобита. Пожалуйста, живи бесплатно. Но это когда уже все это будет. Так, спасибо за понятие деньги Гезеля. Очень интересно. Может их пришить к блокчейну, тогда государство не отнимет. А вкладывать их можно? Слушай, вот про вклады не знаю. По идее вклад тоже является пуском в оборот. Вот. Ну, ладно. Вообще, что-то я один тут пизжу, пизжу, рассказываю вам. Никто не хочет со мной диалоги вести. В общем, наверное, будем заканчивать. На сегодня это, пожалуй, все. Вот. Спасибо всем за внимание. Спасибо то, что поговорили о деньгах, о бетардске. Спасибо о том, что не верите во все это. Я и сам не верю, наверное. Вот. Так что на сегодня это все. Очередной скучный субботний... Я верю в бетардцев. Ура! Хоть кто-то в него верит. Очередной скучный субботний вечер подошел к концу. Вот. Я пойду кушать свой капустный, капустно-свекольный петуховый супчик. А я начну сеанс пойду к кинофильмам. Вот. Мне 32 килобит хватит, мне ваш F2.0 не нужен. Но тем более можешь приходить и паразитировать на нас. В остальном спасибо. Всем спасибо за внимание. Радио Нанимус мы доставляем!